Добрый господи. Уважаемые коллеги, во-первых, я хочу поздравить Ассоциацию молодых урологов России с таким вот блестящим началом. Это потрясающе, что все-таки это общество состоялось, и для меня большая часть быть сегодня здесь. Сегодня сессия, она была разнообразной, очень интересные доклады, посвященные инфекциям. И мой доклад посвящен гиперактивному мочевому пузырю. Я хотел бы спросить из вас, в зале много людей, кто из вас видит этих пациентов с гиперактивным мочевым пузырем, кто из вас сталкивается с ними. Поднимите, пожалуйста, руки, кто видит этих больных, ну, большая половина. А кто занимается их лечением ежедневно, каждый день? Достаточно много наших коллег этим занимаются. И тем более хотелось бы с вами обсудить, как вы считаете, гиперактивный мочевой пузырь, что это? Не является ли это мифом? Есть ли такая болезнь? Я вижу Дмитрия из Америки здесь вместе с нами, и мы хотим просто спросить, нет ли здесь какого-то подвоха, да? А является ли эта болезнь, на самом деле, каким-то, ну, скажем так, клиническим фактом? Или же это все-таки маркетинговый какой-то миф, который был придуман для того, чтобы, ну, скажем, в той или иной степени влиять на продажи препаратов различных? Вы все занимаетесь лечением этих больных, и знаете прекрасно, что когда вы назначаете препараты, проходит месяц, два, три, и вот здесь очень хорошо видно, что через несколько месяцев только 20% больных продолжают принимать назначенное лечение. С чем это связано? Мы лечим не тех больных, мы даем не те препараты, или в целом вся концепция не такая уж идеальная, как нам хотелось бы себе представить? Недавно, ну, это было на самом деле два года назад, появилась вот такая статья в журнале «Нейроурология и уродинамика». Ее написал очень известный такой человек, занимающийся функциональной урологией, Норман Циммерн, и он написал, что гиперактивный мочевой пузырь – урок от моей собаки. Он рассказал такую ситуацию, что вот он приезжает домой, заезжает на своей машине в гараж, у него была маленькая собачка, которая от радости в какой-то степени теряла капельку мочи, пардон, но и он спрашивал в этой статье, а что с ней происходит? Что она приобретает гиперактивный мочевой пузырь, видя мою машину? Нет. В других ситуациях у этой собачки никаких проблем не было. К сожалению, Норман Циммерн, он скончался год назад, и все, естественно, как всегда бывает, вспомнили эту статью. И в прошлом году была огромная дискуссия по поводу этой статьи, что все-таки такое гиперактивный мочевой пузырь, встречается ли он или нет, является ли это каким-то маркетинговым ходом, и лишь на самом деле это заболевание, которое сегодня есть, но все больше и больше фактов мы получаем объективных, которые говорят о том, что, например, у пациентов, страдающих этим состоянием, совершенно другая активность центральной нервной системы. Эти данные получены при выполнении функционального МРТ. Но сегодня до конца патогенезного состояния нам не ясен. Существует несколько основных теорий этого состояния. Естественно, что нейрогенная теория, связанная с, ну скажем так, недостаточной ингибицией центральной нервной системы мочевого пузыря и возникновением непроизвольных сокращений мочевого пузыря. Нейрогенная теория также очень активно обсуждается в нейрогенной теории роль так называемых демилинизированных С-волокон. Считается, что именно эти волокна, которые неактивны в норме при отсутствии болезни, именно эти волокна, их активация приводит к непроизвольным сокращениям мочевого пузыря. А определенную роль играет, естественно, и фактор роста нервной ткани. И вот, например, то, что касается С-волокон, видите, что они фактически есть везде. Они начинаются от уротелия, проходят через детрузор, и, естественно, их активация может приводить к тем или иным явлениям и, скажем так, к рудинамическим феноменам, которые мы видим у этих больных. Есть еще и другой механизм, который тоже был описан. Это так называемый неадренергический, нехоренергический путь, который тоже активируется только у больных с гиперактивным мочевым пузырем. Практически у 50% этих больных этот путь имеет место быть. То есть это непроизвольные сокращения детрузора, которые не вызваны рецепторами, к которым мы привычно обращаемся. Это совершенно другой путь, другой механизм формирования этого состояния. Мы говорили уже о нейрогенном факторе роста. Этот биомаркер сегодня пытаются многие исследователи использовать как маркер для, скажем так, диагностики и прогноза этого состояния. Этих работ очень много. Основная проблема заключается в том, что у больных с воспалительными изменениями, с циститами, к примеру, с хроническими воспалениями мочевого пузыря, это вещество также определяется в моче. И очень сложно сделать вот эту диагностику между воспалительным изменением мочевого пузыря и гиперактивным мочевым пузырем. Однако, вот наша клиника в свое время участвовала, и многие клиники, я думаю, что где работаете вы, в тестировании препарата, который являлся, по сути, блокатором этого нейрогенного фактора роста, и считалось, что этот препарат имеет определенные перспективы. Хотя, опять же, это исследование закончилось, все аплодировали, и это куда-то ушло, и не пришло обратно к нам ни в каком виде. Существует миогенная теория гиперактивного мочевого пузыря. Считается, что в мочевом пузыре возникают непроизвольные сокращения по типу аритмии сердечной мышцы, вот по такому же сценарию протекающей, и что эти непроизвольные локальные сокращения могут быть причиной этого состояния. Сегодня очень активно обсуждается так называемая уротелиальная теория. Почему эта идея возникла? Потому что нижняя картинка – это непроизвольные сокращения мочевого пузыря. На самом деле, это исследование инвитро, это лоскут из Детрузера, и он фактически дает такие непроизвольные сокращения. Как только мы убираем уротелей механическим образом, сокращения эти исчезают. Уротели непосредственно влияет на эти сокращения, и мы это знаем. Точно так же, если мы добавляем на такой препарат такое вещество, как гливек, это гливек – это межклеточный токсин, который блокирует межклеточное взаимодействие. Опять же, спонтанная активность этих волокон тоже исчезает. Это опять же говорит о том, что здесь всё не так просто. Здесь это состояние, оно имеет множество различных механизмов. Мы говорим о уротелии, но что интересно знать, что уротелия – это не просто оболочка, которая защищает мочевой пузырь от, скажем так, воздействия мочи, но уротелий содержит и нервные окончания, уротелий содержат и так называемые интерстициальные клетки, которые взаимодействуют и передают сигнал из одной части мочевого пузыря к другой. И всё это очень важно. Уротелий является сегодня субстратом для дальнейших, скажем так, экспериментов и изучения возникновения гиперактивного мочевого пузыря. Другим очень важным методом, который мы получили в последние годы, является функциональное МРТ. То есть это исследование, магнитно-резонансное исследование одновременно с какими-то другими, например, с уродинамическим. Когда заполняется мочевой пузырь, мы пытаемся получить какую-то гиперактивность детрузора и одновременно фиксируем ту или иную активность в той или иной части центральной нервной системы. И как я уже говорил, у больных с гиперактивным мочевым пузырём активируются совершенно иные зоны мозга. Это тоже интересно знать. То есть на самом деле существуют совершенно точные субстраты и совершенно ясные факты, которые показывают, что, например, у пациентов с гиперактивным мочевым пузырём активируется зона, так называемая островковая зона, и более того, она смещается кпереди. Это активация, вот смотрите, вот таким вот образом она смещается кпереди при возникновении неприятных ощущений при наполнении мочевого пузыря. Мы знаем, что эта зона, она важна и в норме, но у больных с гиперактивным мочевым пузырём она работает совершенно по-другому. Есть и другая зона важная сегодня для специалистов, занимающихся функциональным МРТ. Это так называемая передняя поясная извилина. Но опять же, этих исследований очень много. Все они в целом говорят о том, что сегодня есть множество других методик. Мы раньше думали, что это где-то, ну скажем так, очень субъективно. Мы не можем это никак определить, мы используем вопросник для того, чтобы документировать то или иное состояние, но сегодня вы видите, что не только изменения серого вещества, но и аномалии белого вещества встречаются и могут отвечать за развитие вот этого состояния, которое мы в целом называем гиперактивным мочевой пузырь. Опять же, исследование, которое говорит о том, что аномалия белого вещества, то есть, если мы вернёмся к предыдущему слайду, это на самом деле такие так называемые зоны гиперинтенсивности. Скорее всего, если сказать простым языком, это зоны, рубцовые зоны в белом веществе. Это в первую очередь так называемая передняя продольная радиация, это переднеаталомическая радиация и пучок продольный, верхний продольный пучок. И эти наличия так называемых рубцовых изменений в этих зонах также коррелируют напрямую с субъективными данными, которые мы имеем у этих больных. Холинолитики являются традиционно основой лечения этого состояния. Мы это прекрасно знаем. Мы знаем, что они очень эффективны. Мы знаем, что холинолитики подверглись, скажем так, огромным исследованиям. И существует множество метаанализов, которые показывают, что это первая линия терапии, и что они очень эффективны, и что есть селективные холинолитики, есть менее селективные холинолитики. Следующим этапом лечения может быть ботулинический токсин, или тибиальная стимуляция, или кишечная деривация мочи. Однако большинство больных, получая холинолитики, могут иметь достаточно адекватный эффект. Холинолитики блокируют так называемые мускариновые рецепторы, М-рецепторы мочевого пузыря. Они существуют не только в мочевом пузыре, эти рецепторы, они существуют и в интерстициальных клетках, в толще детрузера. Как я уже говорил, эти клетки, они, ну скажем так, передают импульс. Это пейсмейкеры, мы знаем очень хорошо про них из физиологии кишечника, про интерстициальные клетки. Такие же клетки существуют и в мочевом пузыре. Они передают информацию от одной зоны мочевого пузыря к другой, и они имеют М-холинолитики. И когда мы даем холинолитические препараты, действие холинолитическое на всю эту мочевую пузырь комплексное. И не ограничивается, скажем так, действием на детрузер только. Мы знаем, что назначение холинолитиков изменяет и активность центральной нервной системы, при том же функциональном МРТ. Объяснить пока это никто не может, но это так, это одно из пилотных исследований в этом плане. Когда мы даем холинолитики, делаем функциональное МРТ, мы видим, что картина меняется, меняется. Я хотел несколько исследований привести вам, новых исследований, которые сегодня представлены. Первое исследование – это Соник, которое завершилось недавно. Это исследование препарата салифинацин, хорошо известного всем нам. И салифинацин использовался у нейрогенных пациентов. Как вы знаете, раньше считалось, что, ну, по крайней мере, те данные, которые у нас были, для лечения нейрогенных пациентов чаще всего использовался оксибутинин, как препарат, которому уже больше 40 лет, и как препарат, хорошо изученный, сегодня же у нас есть данные, что и салифинацин достаточно эффективен у больных с нейрогенными расстройствами мочи распускания. Есть другие данные, которые говорят о том, что салифинацин можно использовать в более высоких дозировках, как, например, 20 мг, или же можно использовать комбинацию препаратов. Но, опять же, здесь речь идёт о нейрогенных пациентах. И вы тоже это прекрасно понимаете, что эти пациенты часто резистентны к стандартным дозам холинолитиков, но у этих пациентов безопасно использование, скажем так, высоких доз того же салифинацина. Ещё одно исследование практически, которое завершилось. В прошлом году появились уже абстракты с предварительными данными этого исследования, это исследование Нептун, тоже производилось частично в России. Это использование двух препаратов у мужчин, страдающих гипероксином мочевым пузырём, это там сулазин и салифинацин, сочетание двух препаратов. Что было интересно, что в исследовании, ну, скажем так, производился поиск идеальной дозы салифинацина. И как оказалось, что доза 6 мг в сочетании с там сулазином оказалась более эффективна, чем доза 9 мг. То есть у мужчин высокие дозы холинолитиков нам не нужны. И сочетание холинолитика и альфаблокатора достаточно эффективно при устранении симптомов нижних мочевых путей. Вот такая история. И ближайшие перспективы для нас – это Мирабигрон, который вот-вот будет на рынке. Он уже появился в Европе, уже зарегистрирован в США. Ближайшая следующая перспектива – это появление комбинированных препаратов, сочетающих альфаблокатор и холинолитик. И мы очень надеемся, что эти препараты скоро будут на рынке. И вы знаете, что сегодня уникальная ситуация. В отличие от, например, антибиотиков, мы сегодня имеем много веществ, которые можно использовать для лечения симптомов нижних мочевых путей. Мы имеем Визикар, который деликатный и тонкий препарат, как Арамис. Мы имеем Битмигу, Мирабигрон, который очень умный препарат и очень надежный препарат, как, например, Атос. И мы имеем Омник, естественно, без него никак. И мы, естественно, имеем Везомни. Мы получим вот этот комбинированный препарат с арифиноцидом, с арифиноцидом, который будет такой же надежный и такой же мощный, как наши все представленные персонажи. И я надеюсь, что, имея такой арсенал препаратов в одном портфеле, например, как клиницисты, мы можем справиться с любыми формами расстройств нижних мочевых путей. Спасибо вам за внимание.